растопить все-таки во дворе костерчик разжечь верный и пожарить наши котлетки будет очень вкусненько мне уже текут слюнки друзья осталось совсем чуть-чуть и наши с вами в поле не превратятся в угля вот такие вот котлетки такая вот приправка у меня сегодня будет приправа смесь перцев друзья это вчерашняя рыба что мы с вами наловили такая рыбеха у кого есть такая же решетка на данной решетке друзья получается 66 котлетов возьмем прицепим солью прицепим солью немножко неправильно делаю сейчас скажу почему загорелась насколько здесь давайте посмотрим на котлетки в разломе вот такие вот они я не забываем ставить такие вот жирные лайки подписываться канал называется жека очень аппетитный канал как вы можете заметить расставить все-таки во дворе костерчик разжечь верный и пожарить наши котлетки тоже вчера сел аккумулятор я не успел вернее телефон сел и как вы понимаете съемка не получилось вчера но мы сегодня и мы готовим вчера я пару на сковородке пожарил у меня еще есть полторы пачки поэтому сейчас загорят вот эти вот вишневые поленья и мы с вами тут еще и доска пару есть но в основном я покажу вот это вот вишневые поленья еще внизу перегораем пару защитек сухих чтобы жара было больше друзья я еще подкинул поленья вишневые видите да то что я вас не обманываю все будет на вишне на вишневых углях они перегорают такой ароматный запах приятный такой запах губка не сравнить совсем если обычные доски болеть сосновые например или березовые для березов принципе тоже неплохо но вот вишня она конечно по вкуснее на запах но и на вкус дает определенный вкус когда перегорает дымком все пока птица и будет определенный вкус друзья поленья почти перегорели который я подкинул вишневые и сюда скоро мы с вами будем жарить котлетки на вишневых углях дымок придаст привкус определенный будет очень вкусненько мне уже текут слюнки друзья осталось совсем чуть-чуть и наши с вами поленья превратятся в угля у меня уже нет терпения весь истекают слюнями жарко конечно друзья вот такие вот котлетки такая вот приправка у меня сегодня будет приправа смесь перцев здесь три вида перца если не ошибаюсь давайте посмотрим состав вот поваренная пищевая пряности перец черный паприка красная перец душистый перец красный чили перед белый душистый кориандр короче душистый перца и кориандр так потом у меня еще вот такая вот прованские травы тоже неплохая приправка я всегда использую вам тоже советую даже написано трава мира используя ее из-за как же называю сейчас вам скажу да 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 состав базилик из-за базилика я использую майоран майоран извиняюсь розмарин чабер шалфей орегано вот орегано очень люблю тоже из-за этого тимьян и мята друзья у меня еще такая вот мятка растет своя очень если потереть лепестки так вот память немножко а безумно душистая друзья она безумно такая вот красивенькая и очень какой без сахара если знаете такую жевательную резинку кустики надо будет насушить использовать ее тоже кидать мясные блюда очень классно и дает определенный привкус блюдом давайте наверное посмотрим что еще у меня есть друзья котлеты по-домашнему называются лошкарев кстати я постоянно покупаю такие котлеты они мне нравятся они довольно таки вкусные но у них акции постоянно проходят вот я взял две пачки по цене одной то есть я считаю это довольно таки приятная неожиданность когда ты приходишь в магазин и видишь такую акцию друзья давайте состав посмотрим говядина мясо куриное так лук репчатый свежие вода питьевая белок растительный клетчатка растительная соль поваренная пищевая чеснок и черный молотый но мы перца тоже кинем и соли немного добавим тоже друзья давайте наверное вот еще кстати у меня осталось немного котлеток со вчера я вчера костер у костра посидел но готовить не стал пришел домой и парочку пожарил на сковородке думаю у меня за этим уют нет еще есть пачка вот пачка целая но это рыба друзья это вчерашняя рыба что мы с вами наловили такая рыбеха она уже мертвая неживая но я на плодильнике стояла в прохладной воде потом можно на решеточке ее сделать можете а с вами сделано может быть без вас пока что я не знаю друзья все будет время я все тему как я готовлю но не обещаю давайте наверно выкладывать наш с вами котлеты хоть еще такая вот у меня соль экстра но на самом деле это банк из по другой соль у меня здесь крупная соль потому что крупная она намного полезней и говорят вкуснее с ней получается естественная соль так давайте наши котлетки выложим так вот аккуратно на решетку одной рукой неудобно но деваться мне некуда так еще возьмем так вот и положим красивенько блин друзья так неудобно одной рукой надо мне срочно оператора чтобы он меня снимал так мы уже растаяли потаяли но это даже хорошо и можно вот форму пошлепать их форму немножко припустим то и сделать так он дорогие давайте откроем еще одну пачку сидела одной рукой крайне неудобно друзья давайте эти вообще не слиплись видите как надо аккуратненько взять прям слиплись котлеты к котлете прилиплета аккуратненько вот сюда решетку эти прям 66 штук то есть если у кого есть такая же решетка на данной решетки друзья получается 66 котлетах давайте утром руки полотенец то пустира его так возьмем присыпем солью немножко неправильно делаю сейчас скажу почему почему я неправильно делаю друзья вот такой вот приправки тоже посыпем видите да какая она красивая и жалко вы не чувствуете весь аромат но я думаю вы сможете зайти в ближайший супермаркет она пятерочки продается и магнит и купить такую справку потом берем смесь перцев и друзья вы скажете почему я не могу все это дело установить на штатив тот же телефон потому что у меня потерялась ножка которая вернее не ножка как вам так сказать короче хрень которая держит на которую ставить то есть ножка осталась соки палка а это 3 на у меня потерялся где-то валяется я не знаю где так друзья вот так вот мы с вами присыпали перцем приправки теперь берем у меня вообще какой-то сегодня день не такой какой-то у меня потерялся это кольцо на которое фиксирует фиксатор от решетки поэтому мы будем немножко делать вот так вот подзагибать так вот сделаем чтобы она не раскрылась подходящий момент друзья вот так вот сделаем теперь почему я вам сказал немножко неправильно стал делать вот с этой стороны тоже посолим видите надо было сразу же зажать и и зафиксировать вернее и уже готовить посыпать точить перец посыпаем перцем я не хочется всех не жалеем я например не жалею я люблю когда очень при очень острое это опять же это любительные друзья все на любителя и берем нашу правку тоже щедро щедро прищедро насыпаем в принципе все лимонного сока нет к сожалению меня лимона нет тоже можно что лимон опрыскать как рыбы вы делаете тоже на лодки получается вкусно я уже идет такой вот запах жареного мяса котлеток у меня тут можете наблюдать 5 на шампура все стоит потому что свое время у меня были длинные шампура я их оставил у кого-то в гостях решил их там оставить навсегда подарить и так и не приобрел вернее не нашел где длинные а поскольку у меня яма ведь какая большая то просто-напросто решетка может оказаться там внизу уже видели в одном из видосиков как шампур я показывал когда ставать такой ситуации и субасок упал шампур с мясом в мангал друзья вот такие вот котлетки на углях на вишневых поленьях аромат идет вы бы знали какой жалко видео не передает всех запахов всех ароматов давайте перемешаем угля один жару немного чтобы наши котлетки были более румяные и аппетитные пишите как эти скворчат как они разговаривают с вами говорят съешьте меня съешьте нас варни ведь у меня шпалка загорелых насколько здесь ухнуть я и друзья еле затушил такие вот котлетки друзья давайте их перевернем аккуратненько чтобы они у нас не сгорели и вот с корочкой смотрите какие красивые друзья котлетки думаю они почти готовы поэтому скоро будем кушать я видите да такая золотистая корочка у котлет у котлеток друзья вот такая вот она должна быть какой аромат вы бы знали божественный аромат друзья мои дорогие друзья давайте я давайте вернее мы с вами будем снимать вот такие вот такие вот котлетки я весь истекают слюнями даже мне мешает говорить мое слюноотеление вот такие вот аппетитные поджаристые золотистой корочкой травы все вот у меня даже вилками жить приготовленные но наверное я буду кушать руками потому что мне не терпится вкусить этот аромат и вкус вот хлеб у меня была не золотистая немецкий любой не золотистая где-то вот аппетитные не все еще не передашь но с чем вот и вот такие вот котлетки тоже очень обалденные очень вкусные они еще горячие поэтому давайте наверное приступим к дегустации друзья друзья ну что давайте пробовать наши котлетки которые мы так долго не могли приготовить и наконец-то мы с вами их приготовили так вот я сделаю самую такую не самую наверное самую пожаристую я потом тоже обязательно съем за вас были мы не знали насколько это вкусно что-то не хватает у меня дома есть вчера вечером в конце банка с вами шли я купил без вас я покупал даже без хлеба очень вкусно обалденные они у меня котлетки соли в меру они до этого и обчарожаю на славородке не очень усоленные были я люблю когда соли достаточно если вы любите недосоленое тогда лучше всего не добавляйте приправки к тему тоже но очень вкусно друзья еще до солидникового пивка вместо кока-колы может даже друзья за пивком все не сбегаю очень горячие друзья давайте посмотрим на котлетки в разломе вот такие вот они в разломе в меру поджаристые в меру влажноватые не сухие я уже их продегустировал при вас они не сухие они прям то что надо если бы я на сковородке вчера их готовил они бы были или не дожаренные или пережаренные но как говорится костер делает свое дело что значит натуральный огонь вернее настоящий не искусственный жар на и поэтому видимо они как надо доходят до кондиции да и не не перегорают но и скажешь не забыть про них и не его и до жареные не за как вам объяснить друзья но огонь делает свое природный огонь имею ввиду друзья не забываем ставить такие вот жирные лайки подписываться мой канал называется Жека очень аппетитный канал как вы можете заметить у меня будет еще много интересных вкусных блюд приготовленных на природе подпишитесь поставить его такой вот лайк друзья посоветуйте мой канал своим друзьям безумно вкусно я надеюсь вам вкусно так же как и мне поэтому вам тоже приятного аппетита у меня даже мозг и мозг не работает он у меня отключился насколько это вкусно друзья поэтому повторюсь не забывайте подписываться ставить такие вот лайки комментарии обязательно комментарии друзья и и и и советовать канал Жека своим друзьям всем пока